Я хотел поприветствовать сегодня Карабаю Мирку Сарабековну за то, что он нашел время и ответил нам на актуальные вопросы по седьмому следу лидеров мировых и традиционных лидий. Мирку Сарабековна, я понимаю, что осталось две недели, у вас идет плотный график такой подготовки к нему, но вы хотели услышать кое-какие ответы на наши вопросы, а именно вот в настоящий момент, как ведется самоподготовка к съезду, успеваете? Прежде всего хотелось бы выразить благодарность, что дали такую возможность. Это вам спасибо. В общем, ответить на все ваши вопросы, которые, возможно, интересуют наших слушателей, читателей. Мне бы хотелось прежде всего отметить, что съезд лидеров мировых и традиционных религий это у нас является уникальная диалоговая площадка. Ну, можно даже с такой гордостью ответить, что съезд лидеров мировых традиционных религий – это единственная диалоговая площадка, где собираются лидеры и религиозных конфессий, религиозных организаций, политические деятели, руководители международных, правозащитных организаций по актуальным вопросам, именно по обеспечению межконфессионального и межцивилизационного диалога. 12 сентября в самой пирамиде будет проходить заседание рабочей группы и руководителем, уполномоченным. Значит, по продвижению целей и задач съезда у нас является председатель нашего центра Дурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сергеевич Сарсембаев. 13 сентября у нас состоится заседание, 20-е заседание секретариата съезда лидеров мира традиционных религий, который будет возглавлять спикер Сената парламента Республик Казахстан. 14-15 у нас планируется и пленарное заседание, это будут они проходить во Дворце независимости, пленарное заседание с участием главы государства. То есть он уже подтвердил свое участие? Да, конечно. Уже утвердили самую повестку текущего съезда? Повестка, программа, она находится на стадии согласования, рассмотрения, поэтому это значит в ближайшие дни она уже будет утверждена. Уже какое-то количество людей, делегатов, участников все подтвердили участие? Вы знаете, в этом году, значит, в сентябре мы ожидаем прибытия именно более 100 делегаций из 50 стран мира. То есть каждым годом есть динамика? То есть это уже придет позитивная динамика, увеличение именно интересующихся, именно желающих принять участие в работе нашего международного форума. Ожидаем визит, визит Папы Римского, Франциска. И, значит, он прибывает в столицу Казахстана, в город Нур-Султан. Он прибывает в качестве, значит, руководителя одной из самых крупных конфессий мира, плюс как глава государства Ватикан и третий как религиозный деятель. Поэтому, соответственно, у нас еще будет верховный имам университета Аль-Асхар Ахмед Аль-Таеб и патриарх Иерусалимский Феофил Третий. То есть они уже официально подтвердили свое участие? То есть они уже официально подтвердили свое участие в работе, будут принимать участие в работе съезда. Да, читать я был бы интересен, в чем будет отличие седьмого съезда от шести подобных уже прошедших съездов? Впервые, значит, расширили круг конфессий в этом году и пригласили, значит, представителей джайнизма, это древние религии Индии. То есть они тоже принимают участие в работе съезда. Это впервые за семь съездов, да? Да, да, да. Уникальность съезда вы уже отметили. Вот в целом, как он так важен для Казахстана? Сейчас в период глобализации внешние факторы, которые могут влиять извне, они тоже могут влиять на внутреннюю политику Казахстана. Казахстан постоянно выступает с международными инициативами именно по вопросам сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе, ну и, значит, и во всем мире. Таким образом Казахстан вносит свой вклад в сохранение межконфессионального, межсивилизационного диалога, да? Да, межсивилизационного диалога. На этом съезде мы планируем четыре секции. И четыре секции, вот у нас темы, секции, они разнообразные, но при этом, значит, они очень актуальны. Это роли в укреплении духовных ценностей, потом вопросы образования и религиозного просвещения, противодействия экстремизму, радикализму и терроризму на религиозной почве, вклад женщин в устойчивое развитие общества, а также роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщин. Мы получили полную информацию по съезду. Хотели бы еще раз поблагодарить нашего спикера за то, что, рассмотрев на плотную графику подготовки к съезду, вам наше время и ответил на данные, на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.